Это итоги недели в студии Дмитрия Овчаренко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Средняя зарплата, урожайный год и регулярный рейс. Белавия теперь будет летать в Индию. Почем билет? Только факты в городе подвели итоги социально-экономического развития. Промышленный комплекс Бобруйска в первом полугодии обеспечил выпуск четверти объемов Могилевской области. Кто дал четкий месседж? Купляйте белорусское. Работники торговли отмечают свой профессиональный праздник. Мы будем самыми лучшими, мы будем самыми креативными. Сколько сотрудников трудится в этой сфере? Магия искусства. В Вербках прошел международный пленэр Арджижель. Пленэр, он отличается во многом от тех симпозиумов, которые проводятся по керамике за рубежом. Чем удивили художники-керамисты? Болеем за наших. В Вербрюск-арене пройдет турнир между четырьмя командами МХЛ. Приглашаем всех поддержать нашу команду для того, чтобы наш кубок остался на Вербрюсской земле. Что на кону? Огненная стихия. Нейротехнические разработки и розовый бум. Барби стал самым кассовым фильмом за первые выходные. О какой сумме речь? Новые портфели. Президент рассмотрел кадровые вопросы. Александру Лукашенко представили списки для назначений и согласований на различные должности. Ротации в двух министерствах. Руководить сферой ЖКХ теперь будет Геннадий Трубила. Раньше он был первым замом ведомства. Министром транспорта и коммуникации стал Алексей Лехнович. Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, отныне помощник президента, инспектор по Витебской области. Белорусский лидер четко обозначил задачи для каждого с учетом реалии. Внутри страны и на внешнем контуре. Должен сказать, что я жду от министерства, во-первых, чтобы оно было видно. Понимаете, о чем я говорю. И, во-вторых, чтобы это министерство наконец-то доказало, что ему быть. Что Министерство жилищно-коммунального хозяйства в стране нужно. Вы знаете, это от вас не секрет. Мне постоянно вносились предложения о ликвидации этого министерства или включении в какое-то другое министерство. Потому что якобы функции пересекаются. Многие функции реализуются местными органами власти. Некоторые функции входят, ну, допустим, министерство строительства, смежное и так далее. Я не считаю, что это так. Это, во-первых, даже если где-то и вы занимаетесь строительством, или капитальным ремонтом, или же параллельно министерство строительства, всем работы хватит. Но, естественно, вам не следует заниматься тем, чем будут заниматься и местные органы власти и министерства строительства. Я думаю, что министерство особо и не влазило в эти полномочия и функции. Новые топ-менеджеры у «Нафтана», «Светлогурск Химволокно», «Агата», «Оршанского льнокомбината» и национальной киностудии «Беларусьфильм». Закрыта вакансия и ректора Брестского университета имени Пушкина. Собственное жилье, лидирующие позиции и приятный бонус. В Беларуси с августа увеличат пособие по уходу за детьми до трех лет. Насколько? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Средняя зарплата снова бьет рекорды. По данным Минэкономики, в июне по сравнению с маем она выросла на 66 рублей, до 1927. В реальном выражении, по итогам полугодия, рост на 7,4%. Лидирует Островецкий район Гродненской области. 2750 рублей. Это связано с размещением в регионе Белаяс. Второе место у Минска. Замыкает тройку Солигорский район, где располагаются производственные мощности «Беларуськалия». В Беларуси первые военнослужащие бесплатно получили в собственность арендное жилье. Все благодаря указу президента. Документ предусматривает передачу квартиры в случае выслуги на военной службе более 25 лет. При наличии 20 можно приобрести жилплощадь с возможностью оплаты ее стоимости в рассрочку до 15 лет. В стране складываются благоприятные условия для урожая картофеля. Уже сейчас около половины клубни достигли нормальной величины. По данным Минприроды, в ближайшее время не предвидится каких-либо радикальных изменений в погоде. Проблемы могут возникнуть только в случае, если растениям не будут оказывать должный уход. Наша страна входит в двадцатку крупнейших производителей овощей в мире и занимает одиннадцатую строчку. В Беларуси с августа увеличат пособие по уходу за детьми до трех лет. За первого государства выплатят 651 рубль 35 копеек. На второго и последующих 744,40. На ребенка-инвалида 837,45. Действовать новые размеры будут до 31 января 2024. В этом году на поддержку 220 тысяч малышей выделено порядка 2 миллиардов рублей. Белавия теперь будет летать в Индию. Первый регулярный рейс по маршруту Минск-Дели-Минск запланирован на 11 августа. Время в полете около 7 часов. Стоимость билетов в одну сторону стартует от 319 евро, в обе 569. Беларусам необходима виза. Получить ее можно в посольстве за несколько дней. Паритетный подход и для гостей, которые въезжают в нашу страну из Индии. В Бобруйском горисполкоме подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Выполнены практически все показатели. Увеличились уровень средней зарплаты и объемы экспорта услуг. За 5 месяцев в 11,5 раз возросла и чистая прибыль. Однако есть ряд нерешенных вопросов в строительной и промышленной сферах. С подробностями Ольга Васенда. В Бобруйском горисполкоме подводят итоги социально-экономического развития города за полгода. По многим направлениям специалисты отмечают положительную динамику. Чистая прибыль за 5 месяцев возросла в 11,5 раз. Темпы инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим кварталом увеличились на 10%. Промышленный комплекс Бобруйска в первом полугодии обеспечил выпуск четверти объемов Могилевской области. Произведено продукцию на сумму 1,4 миллиарда рублей. Это 107,5% в фактическом выражении к аналогичному периоду прошлого года. Эффективно сработали по всем показателям Бобруйск-Сельмаш, завод биотехнологий и Бобруйск-Трикотаж. Отмечается рост экспорта услуг 114% при задании 102. Активно расширяет рынки сбыта Бобруйска-Громаш. Предприятие делает ставку на Африку и Азию. При этом ливийная доля поставок техники от косилок до пресс-подборщиков идет в Казахстан и Россию. Для обеспечения роста объема производства в экспортных поставках в настоящее время проводится ряд мероприятий по достижению конкурентоспособной цены. В этом году значительно увеличилось финансирование и на капитальный ремонт жилфонда. Если в прошлом Бобруйске отремонтировали 14 многоэтажек, в этом в планах 21. Отдельное внимание и строительной отрасли. В 2023 в городе ввели в эксплуатацию более 8,5 тысяч квадратных метров жилья. Квартирный вопрос благодаря господдержке решили около 13 многодетных семей. Хочу обратить внимание, что в 2023 году для военнослужащих и приравненных к ним лиц в рамках государственной инвестиционной программы планируется построить 198 квартир общей площадью 12 тысяч квадратных метров на общую сумму более 23 миллионов рублей. Что касается экономики страны в целом, в первую очередь хорошо сработала промышленность за счет продукции, машиностроения, электрооборудования и микросхем. Устойчиво работают сельское хозяйство и транспорт. Россия остается для Беларуси ключевым рынком. Все планы союзного государства реализуются, причем даже лучшими темпами, чем ожидалось. Растет взаимная торговля. Вместе с услугами цифра приблизилась к 45 миллиардам долларов. От современных супермаркетов до сельскохозяйственных рынков Беларусь отмечает День работников торговли, а это свыше 630 тысяч человек. В Бобруске в этой сфере трудится более 10 тысяч специалистов. Внимание и доброжелательность по отношению к покупателям и ответственное отношение к своим обязанностям – все это про них. В адрес лучших представителей отрасли звучат слова поздравления. Благодарственные письма, цветы и грамоты вручает более чем 40 сотрудникам. Веды, будем так говорить, увеличились на два ветерана торговли. Это заслуженно. Это те люди, которые более 20 лет поработали в сфере торговли и проявили профессионализм во всех пониманиях этого слова. Я хочу присоединиться к добрым словам, которые были сказаны в наш адрес, и заверить всех бобручан, всех гостей нашего города о том, что мы будем самыми лучшими, мы будем самыми креативными, и торговля будет всегда, город Бобруйска, самая лучшая. Торговля – важная отрасль экономики, динамично развивается в разных формах и проявлениях. Всего в стране около 130 тысяч объектов. Сферу активно внедряют новейшие технологии и сервисы. Расширяется и ассортимент товаров. Кстати, белорусы стали больше покупать отечественные продукции. Качество и цена имеют значение. Профессионализм, отвага, честь. На неделе страна отметила и 170-летие пожарной службы. Сегодня МЧС Беларуси – серьезно оснащенная служба, готовая круглосуточно прийти на помощь. Героизм наших спасателей известен далеко за пределами страны. Продолжить тему Елизавета Липеева. Поколение смелых и благородных. За 170 лет пожарная служба проживает долгий и сложный путь развития. Спасатели борются с необузданной стихией, которая разрушает деревянные города. Укращают пламя во время Великой Отечественной, участвуют в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. И каждый день сражаются за ценные жизни людей. Меняются технологии, оперативность, техника и экипировка. Но постоянно одно – во все времена такую опасную профессию выбирают лишь по зову сердца. Первая вагонизированная часть была организована 3 июля 1973 года в ВПЧ-10 по охране Белорусского шинного комбината. И, по сути дела, она, часть, явилась базой для развития пожарной охраны города. После этого образовалась 18-я часть, 38-я, 5-й отряд. От конного хода до качественной техники. Сейчас пожарные части оснащены новым современным оборудованием. Автомобили МЧС готовы к любым ЧП. Здесь есть защитные костюмы для химических аварий и сверхвысоких температур. 12 рукавов трех диаметров, цистерны, внутри которых 10 тысяч литров воды, и 350 пенообразователя. Плюс бензопилы и бензорезы. С помощью автолестницы мы можем подняться на 30 метров вверх, то есть это с измеримой девятому этажу. И можем приступать к кушению пожара, а также к эвакуации людей. Также она имеет маневренность, то есть мы непосредственно в этом окне можем спасать и в соседних окнах. Каждый с детства знает, быть спасателем – дело благородное, но опасное. Сотрудники МЧС проводят для школьников экскурсии. Первая пожарная аварийно-спасательная часть в этом году также отмечают юбилей – 120 лет. Здесь в музее ребята знакомятся не только с историей службы, но и с творчеством бобруйчан. В каждой картине восхищение самоотверженными героями. Я с детства мечтаю стать спасателем. Меня это очень вдохновляет, так как мой дядя работает в МЧС. Это очень ответственная профессия мужская. Я хочу, когда вырасту, спасать жизни людей. На сцене театра драмы и комедии имени Дунина Марценкевича проходит праздничный концерт. В торжественной обстановке чествуют тех, кто ежедневно рискует жизнью. Огнеборцам и ветеранам пожарной службы вручают почетные грамоты, благодарственные письма, нагрудные знаки и юбилейные медали. В адрес работников МЧС звучат теплые пожелания и искренние слова благодарности. Для них творческие выступления и музыкальные номера. Хочу поздравить коллектив с профессиональным праздником, с днём пожарной службы. За 170 лет служба прошла очень длительный, но благотворный путь. Сегодня это самостоятельная служба, которая способна выполнять все поставленные задачи нашим правительством, органами власти, министерствам по чрезвычайным ситуациям. Хочу поздравить также членов семей, ветеранов службы с днём пожарной службы Республики Беларусь. Пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, мирного неба и чтобы все наши воезда были только учебными. Праздник мужественных и отважных. На счету огнеборцев десятки тысяч спасенных жизней и ликвидированных происшествий. Всё благодаря профессионализму, командному духу и преданности делу. Ведь чтобы отправиться в горячий бой с непредсказуемой стихией, надо обладать безграничной смелостью и быть готовым в любой ситуации протянуть руку помощи. Служба спасателей и опасна, и трудна, но ценна каждым жителям нашей страны. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Технологии будущего. Около 4 тысяч горожан оформили биометрические документы. Для пользования внутри страны предусмотрена ID-карта. На ней указаны FIO, дата рождения, гражданство, пол, идентификационный номер. С обратной стороны размещен чип-модуль. Для выезда за границу применяется биометрический паспорт. Такие документы имеют значительно большую степень защиты, чем старого образца. Помимо цифровой фотографии у них имеются идентификаторы и также два пин-кода. Один для запросов, второй для цифровой подписи. Биометрические документы также своим владельцам предоставляют право совершать юридические значимые действия на удаленном доступе. Заявки принимают на Лунькова 6. Специалисты на месте делают фото, снимают отпечатки. Здесь же ставится электронная подпись. Биометрический документ делается в два раза быстрее, чем паспортно-бумажном носителе. Максимальный срок изготовления 15 календарных дней. Ускоренный 5. Выдаются на 10 лет детям до 14 на 5. Бренд города. В Вербках прошел 18-й международный пленэр Арджижель. На протяжении двух недель керамисты трудились над созданием удивительных работ. Обжиг фигуры огневика собрал десятки зрителей. Финальным аккордом стало открытие выставки «Искусство живого огня» в художественном музее. О волшебстве творчества, источниках вдохновения далее. На живописном берегу Березины собираются 18 художников-керамистов из Белоруссии и России. Тамара Перепелкина преодолевает более 9 тысяч километров. Приезжает на пленэр из Хабаровска. Ради творческой атмосферы, ценного опыта и, конечно, создания удивительной красоты изделий. Девушка с улыбкой на лице признается – участие в таком проекте – повод для гордости и мечта каждого мастера. Работа называется «Баянист» на тему культуры и искусства. Решила совместить две технологии обжига, которые до этого мне были незнакомы. Это содовый обжиг, который здесь проходит в большой печи, и дымление. То есть такая работа двухсоставная. История в людях. Отец-основатель пленэра Валерий Калтыгин с 2003 года вкладывает всю душу в совершенствование эксклюзивного проекта. За 20 лет его посещают более 150 лучших художников разных возрастов из ближнего и дальнего зарубежья. К слову, название фестиваль получает в честь персонажа белорусской мифологии, бога огня и покровителя ремесел. Если говорить о значимости, то значимость очень большая. Я еще изначально, когда разрабатывал проекты первых пленэров, когда я указывал на то, что это, во-первых, наша значимость в области культуры и искусства в мире. Это объединение народу, потому что у нас за это время провернуло через нас 27 государств. Во-вторых, понимаете, наш пленэр, он отличается во многом от тех симпозиумов, которые проводятся по керамике за рубежом. Такой формат, как у нас, его нигде не существует. От традиций к современности через опыт мастерства. Уникальность проекта в разнообразии технологий обжига, которые невозможно применить в стационарных электро- и газовых печах. Здесь работают в соавторстве с огненной стихией. Температура должна быть свыше тысячи градусов. Благодаря энтузиазму Валеры Кальча-Калтегина, это сейчас выросло в целый городок, где есть целые три печи, причем все разные. Одна печь для ракушных обжигов, одна горная, традиционная народная горная, одна соляная печка, что вообще такой ноу-хау. Неповторимый узор фестиваля. Феричное обжиг-шоу притягивает внимание десятков зрителей. Каждый завороженно наблюдает за тем, как мастера постепенно снимают горячие слои фольги и огнеупорной ваты. И вот он, долгожданный момент. На всеобщее обозрение предстает главная скульптура – почти двухметровый огневик. Создатель эффектной фигуры Валерий Калтыгин, но свой след на произведение оставляют все 18 участников пленера. Окунаешься просто в какие-то старинные моменты такие, вот особенно печи, керамика, вот это керамисты. Ты приходишь и смотришь на это все, понимаешь, что это сделано руками все-таки людей. И это действительно очень чудесно и незабываемо на самом деле. Валерий Аркадьевич и вся его команда, и все люди, которые приезжают, я думаю, получают невероятную зарядку здесь, духовную именно. И как место, наверное, силы. И сама атмосфера объединяет людей. И гордость за город, что именно у нас такое событие происходит. Финальный аккорд. В торжественной обстановке проходит открытие итоговой выставки искусства живого огня. Результаты двухнедельного кропотливого труда в мастерской под открытым небом теперь представлены в художественном музее. Звучат бесконечные слова благодарности и восхищения, не смолкают громкие аплодисменты. Каждый участник керамического фестиваля увозит с собой бесценные знания, памятный сертификат и теплые воспоминания. Я бесконечно счастлива, что я попала на этот пленэр. Я очень много научилась, познакомилась с талантливыми художниками-керамистами. И очень, ну, я безусловно уверена, что это отразится на моем личном творчестве и творчестве моих учеников. Тема пленэра «Арт Жижель-2023» – культура и искусство в исторических фактах, личностях и событиях. Галереи украшают порядка 60 уникальных произведений. Каждая работа – отражение души мастера. Насладиться скульптурами профессиональных керамистов можно по адресу Максима Горького, 28, с 10 до 19 часов на протяжении всего августа. Далее планируются выставки в Могилеве и Минске. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В «Страсти на льду» в Бобруйск-арене сразятся 4 команды МХЛ. Турнир на призы председателя Горисполкома пройдет с 1 по 3 августа. В нем примут участие наш «Динамо Шинник» «Тайфун» из Владивостока, «Стальные лисы», «Магнитокурск» и «Московские крылья Советов». Расписание матчей на сайте «Боберлайф». Приглашаем всех поддержать нашу команду, для того, чтобы наш кубок остался на Бобруйской земле. Ну и, конечно же, насладиться красивым хоккеем. Билеты можно приобрести в кассе «Бобруйск-арены». Стоимость – 2-3 рубля. Фан-сектор и детский до 14 лет обойдется всего в один. Возможности – высокая оценка и стихийное бедствие. В Канаде из-за природной катастрофы сгорело 10 миллионов гектаров леса. Далее громкие заголовки мировых новостей. Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата против Байдена. В следующем году в США состоятся очередные выборы. Главным соперником действующего главы государства станет экс-президент. Согласно данным опроса, более половины американцев готовы проголосовать за Дональда Трампа. Что касается Джо Байдена, уровень доверия к нему достаточно низок. Его поддержали около 33% респондентов. Израильские врачи объявили забастовку. Акция продлилась 24 часа. В это время медики работали по графику выходного дня. За исключением случаев, когда требовалась экстренная помощь. О намерении провести стачку ранее заявляла ассоциация, которая представляет около 95% специалистов страны. Накануне местный парламент принял первый законопроект в рамках скандальной судебной реформы. За проголосовали 64 депутата и 120 против ноль. Компания Илона Маска планирует разработать протезы конечностей, которые управляются датчиком, вживленным в мозг человека. Это возможно благодаря уже существующим нейротехническим проектам. Как заявил предприниматель, его команда способна фактически создать кибертело с невероятными возможностями. Известно, что фирма получила специальное разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний на людях еще в мае 2023-го. В Канаде из-за природной катастрофы сгорело 10 миллиардов гектаров леса. Всего же за сезон произошло около 8 тысяч пожаров. Размеры бедствия продолжают увеличиваться. Наибольшее количество очагов в Британской Колумбии страдает от огненной стихии и Милан. Ущерб оценивают более чем 40 миллионов евро. Центр и юг Италии вторую неделю находятся во власти двух африканских циклонов. Всему виной 40-градусная жара. Сатирическая комедия Барби режиссера Греты Герви стала самым массовым фильмом за первые выходные. Картина собрала более 337 миллионов долларов в мировом прокате. Это лучший старт года. Сценарий основан на серии известных игрушек. Главные герои Марго Робби и Райан Гослинг. Рецензенты поставили высокую оценку за режиссуру, дизайн, костюму, музыку и игру актеров. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобрус-360 и я, Дмитрий Овчаренко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова